И так, всем привет, привет! Как меня видно, как меня слышно? Давайте с вами проверим связь. Коллеги, всем привет! Как меня видно, как меня слышно? Давайте мы с вами проверим связь, чтобы я понимала, что меня видно, слышно, что меня каждый участник видит и слышит. Видно, слышно, все классно, я вижу, вот Василий Зайцев написал, отлично, Эдуард, видно, слышно, Сергей. Все, тогда очень круто, давайте тогда мы, наверное, с вами уже познакомимся, да, то есть пока вы пишете, что меня видно, что меня слышно, да, что каждый, я хочу, чтобы каждый меня видел и слышал, дайте мне обратную связь, с какого вы города, то есть с какого вы города, сколько у вас сейчас времени? в 3 часов вечера. Буквально в 3 словах. Томск, 11 часов вечера. Москва там, 3 часа. эфир живой, поэтому вопросы вы можете писать. И да, сразу вам скажу, что эфир живой. Поэтому пишите свои вопросы, не стесняйтесь. Москва, Самара, Кемерово. Александр, вы мой сосед, я нахожусь в Томске. У нас сейчас тоже 11 вечера. Набережная Челны. Все очень круто. Я вижу от вас обратную связь. Я вижу, что меня видите, слышите. Я вижу Екатеринбург. У нас здесь Санкт-Петербург, Челябинская область. У нас здесь собралась вся Россия. Красноярск, Сургут, Крым. Недавно купила участок себе в Крыму. Скоро будем с соседями. Тверь, Эльдар, Брянск. Круто, очень круто. Смотрите, у нас как много. И смотрите, коллеги, в течение всего вебинара я буду вас призывать к диалогу, к обратной связи. Так как я нахожусь одна перед ноутбуком, и мне очень важно, чтобы вы меня видели, чтобы вы меня слышали, ну, а не просто там так мимо ухом, да, то есть что-то послушали и все. И мне бы хотелось получать от вас обратную связь. Да, то есть еще раз. Мне хочется понимать, что вы меня видите, что вы меня слышите, что вы меня слушаете и понимаете, что мы с вами находимся на одной волне. и также я вам хочу сказать, что я человек из бизнеса, меня кушают много предпринимателей, поэтому я не умею говорить очень много там красивых слов, то есть я говорю всегда прямо и в лоб. Возможно, для кого-то это будет немножко резать слух, поэтому не пугайтесь, сразу вас предупреждаю. Итак, пока у нас с вами подключаются опаздывающие, давайте мы с вами сразу договоримся, что не засоряйте чат по ходу трансляции. Да, то есть на эфире на этом будет отдельный блог, где вы можете задать свой вопрос для того, чтобы я не отвлекалась. Уважайте время других участников эфира, уважайте друг друга, никаких грубых, оскорбительных комментариев, непрошенных советов, а советов оценок и суждениях. Ссылки в чат, хамство сразу, пожизненный банк. Итак, Ставропольский край, Череповец, Москва, 7 часов вечера, у кого-то 9. Да, то есть, как мы видим, у нас разные часовые пояса, и несмотря на это, мы с вами находимся все здесь, в прямом эфире, и спасибо, что вы для этого выделили время. Итак, коллеги, идем с вами далее. Я благодарю вас за вашу активность, за то, что вы отвечали в чате, писали комментарии, выполняли предварительные домашние задания. И сразу вас хочу предупредить, что сегодня такой вебинар у нас более организационный. И сегодня я буду рассказывать, прям, что такое муниципальные торги, как искать, что выставляется на торги. И для того, чтобы за неделю вы очень, от А до Я понимали, что такое муниципальные торги, поняли, как с ними работать, как на этом можно заработать, и захотели с ними работать, да, то есть вы должны выполнять все домашние задания. Это важно прежде всего для вас. Выделите для себя полтора часа времени однозадачности. Просто посидите и послушайте вебинар. Ну, чтобы не было такого, что у вас в одном ухе вебинар, в другом вы музыку слушаете, либо телевизор смотрите, в третьем вас еще кто-нибудь отвлекает. Не надо такого, да. То есть главное, чтобы не было такого, что вы потом скажете, блин, ну как бы, я что-то послушала, а ничего не понял. Выделите для себя немножечко времени и все будет у вас окей, вам все будет понятно. Далее, коллеги, для тех, кто присутствует у нас сегодня на вебинаре, вы можете получить дополнительный супер-бонус. Это видео о том, как пользоваться официальным источником информации, а также, как искать лоты именно в вашем регионе. Это видео, видео-шпаргалка, будет вам полезным, поможет вам в поиске лотов именно в вашем регионе. для того, чтобы вы не тратили время. Я вижу, что у нас есть еще подключаются, опаздывающие, да, и вижу, что пишут, кто из какого города еще. Евпатория, так, Добрый, Даганрог. У кого, если меня плохо видно, если меня плохо слышно, попробуйте обновить страницу, иногда это помогает. То есть такое очень часто бывает. Юрга вижу, Петр Юрга, у вас сосед находится недалеко от меня. Итак, давайте с вами немножечко познакомимся, то есть я вам расскажу о себе, то есть кто я и как я все-таки пришла в Тарган. Если вы уже успели заметить, если вы внимательно слушали, то есть я из маленького города Томска, я сейчас проживаю здесь и нахожусь здесь. По времени у нас 11 часов вечера, если кто-то сейчас будет жаловаться, что у вас там не очень поздно, и там что делать. То есть смотрите, вообще моя профессия, как я ко всему к этому пришла, в далеком 2014 году, то есть я там закончила уже университет, и я начала свою карьеру именно в профессии учителя. Учителя я преподавала, я была учителем технологий для девочек, то есть как бы это странно не было, это труды, говоря простыми словами. Работала я в сельской школе, зарплата была моя небольшая, то есть 12 тысяч рублей. Но для этого, в принципе, мне ее хватало, то есть я думала, что в принципе это нормально, потому что там же можно зарабатывать стажевые, то есть делать свою карьеру. Но потом я поняла, что я не хочу с этим работать, мне абсолютно вообще никак не нравится работать с детьми, я хочу больше зарплату, и я устроилась преподавателем правил дорожного движения. То есть я преподавала правила для учеников автошкол. Потом я поняла, что не хочу быть еще преподавателем, хочу в дополнение еще быть автоинструктором. Я стала первой девушкой автоинструктором. Причем зарплата у меня уже была повыше, зарплата у меня была 60 тысяч рублей в месяц, но тем не менее работать мне приходилось не менее, то есть там по 12 часов в день без выходных. И в 2017 году мой мир вообще в принципе полностью перевернулся. В 2017 году я ушла в декрет, и у меня стал очень маленький доход, то есть 60 тысяч, я упала на доход в 4 500, это было мое детское пособие. И 7 тысяч у меня был мой кредит, я брала его там на ремонт. И соответственно вот в этот момент я начала думать, чем же я хочу заниматься, как мне работать удаленно, как мне находиться с ребенком 24 на 7, и вот именно в этот момент я начала заниматься торгами. И сразу вам скажу, что мой путь был не легок, мои первые торги были в принципе вообще в другой сфере. Была куча ошибок, куча нюансов, о которых я в принципе не знала, потому что я не знала, как с этим работать, никто меня не взял за руку, не провел, не сказал, и поэтому у меня была куча ошибок. Ошибки – это опыт, поэтому я сейчас перед вами вещаю. Итак, меня зовут Юлия Атаманова, я эксперт в области приобретения выгодного имущества на муниципальных торгах с 4-летним стажем. И как вы уже успели заметить, свою историю я рассказала, поэтому к этому я уже возвращаться не буду. Итак, я обучила более 400 экспертов по муниципальным торгам, наработала базу более 100 инвесторов, с которыми я постоянно сотрудничаю, разработала собственные стратегии работы без стартового капитала, пересдача государственной недвижимости в 2-3 раза дороже. И благодаря муниципальным торгам я приобрела квартиру в центре города, о чем я еще не могла мечтать даже 2 года назад. И сейчас я вам хочу показать примеры моих учеников, которые также зарабатывают на муниципальных торгах. И вот мой коллега, мой ученик – это Евгений Левсков. Евгений, в принципе, у нас работает с другого направления, да. То есть он пришел с другого направления для того, чтобы расширить свои знания. Это мой коллега Сомска. И, в принципе, как я уже говорила, с другого направления. И он покупал лоты, да. То есть в другом направлении он много лет покупал лоты. Был успешным брокером, проходил обучение, в принципе, по муниципальным торгам у других людей. И он не побоялся, пришел, доверился мне, да. То есть пришел ко мне на курс. И мне очень приятно видеть от него положительный отзыв. Так, вижу. Кемерово, Воронеж, Пенза. Классно. Так, давайте с вами далее идем. Мария. Мария Гагушина. Одна из моих любимых учениц. Почему одна из моих любимых? Потому что на самом деле Мария у нас просто влилась в сферу муниципальных торгов. Забирает машину на рынке, как горячие пирожки. Она уже себе наработала базу инвесторов. Буквально за три месяца она наработала базу инвесторов, в которой у нее разбирают машины. То есть она работает абсолютно по всей России. Никуда не ездит, да, то есть она не смотрит, работает на удаленке. И вот тоже отзыв от нее. Следующий мой ученик – это Антон Судраб. Я его на самом деле не просто так вам решила показать, да, то есть своих учеников. Антон у нас в первом потоке заработал на обучении. Первые 40 тысяч рублей. Тем самым, да, то есть у него был расширенный платный курс. Он отбил свое обучение сразу, ну, практически в три раза. Еще один мой ученик – это Василий Ильин. Это один из лучших учеников Санкт-Петербурга, который работает с муниципальными торгами. Плюс сейчас дополнительно он еще расширил свое здание, да, то есть. И здесь Василий выиграл автомобиль для своего инвестора и заработал в своей первой комиссии в 50 тысяч рублей. Да, то есть, в принципе, ничего здесь такого сложного нет. Итак, коллеги, вы можете повторить опыт моих учеников и вместе со мной пройти этот путь на торгах. Но сейчас, в принципе, не об этом. Пока вам необходимо погрузиться в мир муниципальных торгов, да, то есть понять, что это такое и нужно ли это вам. Что вас ждет за эти четыре дня, да, то есть что мы с вами узнаем именно за эти четыре дня. Итак, вы узнаете, что такое муниципальные торги и почему этот тренд на ближайшие 5-10 лет. Какое имущество он продается на муниципальных торгах и как его купить. Вы получите пошаговый план развития профессии аукционный брокер, с помощью которого вы сможете выйти на хороший, а самое главное стабильный доход за очень короткий период. И узнаете, как искать лото с нулевой стоимостью. То есть, в реальности я вам покажу, да, как искать лото с нулевой стоимостью, прямо в 0 рублей. И вы даже сможете эти лоты выкупить. Так, я вижу, Мариана Пермь у нас есть. Так, у кого-то видео подтягивает, проверьте свой интернет, у меня с интернетом все хорошо, попробуйте перезагрузить страничку. Георгиевск, Воронеж, Кемерово. На самом деле, как вы видите, у нас очень большая такая необъятная Россия, у нас очень много. Круто, что мы сегодня здесь собрались. Счетом того, что сегодня понедельник и сегодня рабочий день. Итак, идем с вами далее, не будем терять время. Для чего я сделала бесплатную неделю? Давайте сразу вот эти вот вопросы закроем, чтобы вы мне потом в личку не писали. Типа, для чего неделя? Что такое? Так, для чего это бесплатная неделя? Для того, чтобы вы посмотрели, сколько, в принципе, лотов продается на муниципальных торгах. Сколько лотов можно предложить своим инвесторам и с этого заработать денежку без своих собственных вложений. Да, то есть, и здесь вы сможете за эту неделю, что мы будем с вами находиться, освоить навык покупки муниципального имущества. И вы точно должны понять, хотите вы работать с муниципальными торгами или не хотите. Вот для этого у нас с вами создана наша неделя. Итак, что такое муниципальные торги? Да, то есть, и в принципе, муниципальные торги – это первый шаг к стабильному, пассивному доходу. И на протяжении всей недели я буду вам это показывать и доказывать, да, то есть, как вы можете это сделать, почему вы можете это сделать и сколько вы можете заработать. Разобравшись и освоив все навыки в муниципальных торгах, вы сможете получить новую профессию, которая будет расти в момент кризиса. Почему? Потому что вам вы, в принципе, можете работать на удаленке, никуда не выходя из дома, да. То есть, как вы знаете, в последнее время, то есть, кризис очень многих людей просто посадил дома, приковал. Следующее. Вам не нужно специальное образование. Специальное образование, вам не нужно никакого юридического образования, либо там привлекать каких-либо специалистов. Нет, все это вы узнаете. Вы можете получать достойные деньги за свою работу. Что значит достойные деньги? Например, за один час работы вы можете получать 5000 рублей, да, то есть, представляете, если вы поработаете 2 часа в день, вы можете заработать 10 тысяч рублей. И так далее. То есть, это самое минимальное, что вы можете заработать, это 5000 рублей. Вы можете иметь свободный утро жизни, то есть, вам не надо будет работать на дядю, да, то есть, у вас не будет вашего работодателя, которому необходимо будет приезжать по утрам, он еще на вас будет кричать, там еще что-то. Нет, такого здесь не будет вы сами себе, начальники. Вы можете проводить время с семьей, да, то есть, в принципе, тратить всего 1-2 часа в день для работы. Этого будет достаточно. Также вы сможете закрыть кредит, долги, ипотеки, приобрести себе какое-либо имущество с хорошим дисконтом, да, то есть, ну, это понятно, это возможно, это реально, и как это будет, я вам покажу. Но для этого вам придется потрудиться хотя бы 1-2 часа в день, да, то есть, будьте к этому готовы. Это не волшебная палочка, где мы вот так вот с вами взмахнули, нам полетели золотые горы, нет. Это бизнес, это работа. И мы здесь с вами находимся именно для этого. И я вам, и именно здесь я нахожусь для того, чтобы вам показать, как работать в этом бизнесе, и как здесь можно заработать. Итак, давайте немножко по организационным моментам пройдем, да, то есть, смотрите, у нас длительность вебинара примерно 60 минут, то есть, мы с вами будем находиться 60-90 минут в эфире, ну, скорее всего, примерно там час, ну, да, час, чуть больше часа. Смотрите, записи всех эфиров, записи всех эфиров будут доступны 24 часа, чтобы не было такого, что вы сейчас пришли, а, что, запись, что ли? А, ну, ладно, завтра посмотрю, потом завтра наступать, не послезавтра, ну, записи же будут, и вы забываете, нет, только 24 часа вам будут доступны записи, поэтому успевайте смотреть, потом не просите, потом отдельно я вам скидывать не буду, если вы вдруг какое-то видео не посмотрите. 24 часа – это достаточно для того, чтобы вы зашли и посмотрели. И отвечать на вопросы я буду в конце вебинара, да, то есть, если вдруг вы сейчас пишете вопрос, и он в потоке просто пролетает, мне надо писать о том, что я писала, Юля не увидела, не ответила, это там записи, еще что-то нет, это живой эфир, и, ну, как бы, будьте к этому готовы. И для того, чтобы нам, в принципе, с вами получить максимум пользы, вы, что вы должны делать, активно участвовать, да, то есть, давать мне обратную связь. Вы должны отключить телефон и попросить близких вас не беспокоить, и помимо того, чтобы вы просто смотрите, желательно, чтобы вы еще конспектировали. Вот тогда вы запомните и получите 90% информации, которую я пытаюсь до вас донести. Итак, коллеги, дайте обратную связь. Кто бы хотел разобраться в муниципальных торгах и начать зарабатывать на этом? Поставьте, пожалуйста, плюсики. Кто бы хотел разобраться в муниципальных торгах и начать зарабатывать на этом? Поставьте плюсики. Евгений Харитонов. У меня был коллега Петр Харитонов. Причем он был у нас, ну и он есть с Барнаулом. Он, правда, в другой сфере. Так. Если у кого-то что-то заикается, ну там, бывает такое, просто перезагрузить, возможно, во что-то с интернетом. Так. Игам задает вопрос, можно без вложений. На протяжении всей недели я буду вам говорить о том, что как заработать без вложений. Все, что на текущий момент у меня есть, все, чем я живу, это все я делаю без вложений. То есть я не перекуп, я не занимаюсь, купил дешевле, продал дороже. Нет, здесь у меня такого нет. Поэтому буду рассказывать, как зарабатывать без вложений. Почему? Потому что у нас сейчас реально такая тяжелая, кризисная ситуация, когда лишних денег, в принципе, никогда и ни у кого нет. Итак, я вижу, пошли плюсики. Александр, Иван, Василий, Петр Эдуард. Круто-круто. Спасибо вам за обратную связь. Я вижу, что вы реально хотите разобраться, как начать зарабатывать в муниципальных торгах. Кто-то просто пишет Дмитрий плюс. Дмитрий креативит. Это неплохо. Итак, помимо того, что мы, в принципе, с вами будем сегодня разбираться, как работать на муниципальных торгах, нам с вами надо понимать, к чему мы придем по итогу, по истечении недели. То есть по истечении недели наших бесплатных уроков. Как итог бесплатной недели мы с вами должны узнать четкий алгоритм для 100% успеха в сфере муниципальных торгов. То есть мы с вами что должны уметь? Мы должны искать лот, мы должны уметь его анализировать, То есть понимать, как мы на этом имуществе можем заработать. То есть, в принципе, мы должны искать любое имущество, самое недорогое, на которое мы можем заработать как со своими вложениями, так и без своих вложений. Как у нас с вами все будет проходить? То есть, как у нас все будет проходить? Что-то у меня здесь скачет, но тем не менее. Это что-то у меня было видно, не буду уходить. Сколько раз в неделю мы с вами будем встречаться? Понедельник, вторник, среда, четверг. То есть, 4 дня в 19.00 по московскому времени у нас с вами будут живые открытые вебинары, где вы сможете задавать свои вопросы, и я на них отвечу. Потом нас с вами ждет 3 дня выходных, потому что всю информацию, которую вы здесь получите, необходимо будет максимум перевалить. И в понедельник вас ждет секретный вебинар. Почему секретный вы узнаете чуть позже. После каждого вебинара у вас будет простое домашнее задание, которое вам необходимо выполнить. За выполнение домашнего задания вы будете получать лотики. И помимо того, что вы получаете эти лотики, вы получаете потом еще дополнительный бонус. Бонус для тех, кто наберет более 80 лотиков, это участие в секретном вебинарном дне, на котором я дам вам информацию, от которой зависит 80% успеха заработка аукционного брокера. Итак, что нас с вами ждет сегодня? То есть, что будет сегодня? Вы узнаете, что такое муниципальные торги, и почему этот тренд на ближайшие 10 лет. Вы узнаете, что можно купить у государства, и как заработать на этом по 30 тысяч рублей. Вы увидите, как искать имущество на муниципальных торгах. Вас ждет домашнее задание, ответы на вопросы, и бонус за трехзначный код. Вот. Ну что, коллеги, поехали? Так, по вопросам смотрю, да, то есть, пока вы мне пишите, поехали или нет, хотите вы уже перейти к части практической. Так, Джонни пишет, вопрос к вам, а какая вам выгода от этого? Я уже ответила на этот вопрос, для того, чтобы не было вопросов. Вы должны четко понимать, хотите ли вы работать с муниципальными торгами. Мне нужны качественные партнеры, которым я могу положиться, да, то есть, абсолютно в любом регионе. Что я, например, нахожусь в Томске, купила себе участок в Крыму, и я точно знаю, что я могу обратиться к партнеру, и партнер за меня там выполнит работу, что мне не надо в Томске лететь в Крым, например, там делать какое-либо движение. Мне проще заплатить партнеру. Но партнер должен быть проверен. То же самое и инвесторов. То есть, у меня уже наработана база инвесторов, с которыми я работаю. Они с разных регионов, и я не всегда успеваю обрабатывать заявки. И вот те люди, которые реально там классно выполняют свою работу, которые работают с муниципальными торгами, я уже показывала примеры своих учеников, это Василий Ильин, Антон Судрав, Мария Гогушина, да, то есть, Михаил Машна, Андрей Чернов, Чернов у него фамилия, да, то есть, вот такие ученики. То есть, я им отдаю своих инвесторов абсолютно бесплатно. То есть, в принципе, я даже никаких процентов с них не беру. Поэтому и на текущий момент ваша задача просто познакомиться с муниципальными торгами, да, то есть, не ищите здесь никакого подвоха. Вижу, что поехали, вперед, плюсики, гоу. Ну что, идем с вами дальше. Итак, в каждом бизнесе есть свои этапы построения бизнеса, да, то есть, они прям поэтапно все это идет. В принципе, это абсолютно любой бизнес. И здесь тоже есть свои этапы. Я выделила 5 этапов построения бизнеса на муниципальных торгах. Самый интересный этап у нас просто взял и закрылся. Итак, у меня есть 5 этапов построения бизнеса на муниципальных торгах. Какие это этапы бизнеса? Первый – это поиск лота. Это когда вы заходите на сайт, ищите интересный лот. И потом вы понимаете, что с ним делать. Второе – это анализ данного лота, да, то есть, мы его анализируем и понимаем, что работаем мы с ним в дальнейшем или нет. Третье – это мы должны понять, какую сумму мы хотим заработать с конкретного лота. Четвертое – это участие в торгах. И пятое – самое заветное, то есть, из-за чего мы здесь, это получение нашей прибыли. Все эти 5 стратегий подходят как? Если мы будем с вами работать со своими вложениями, да, то есть, пускай будут даже с минимальными 5-10 тысяч рублей, так и без вложения. То есть, например, если мы работаем, да, то есть, ну, не вкладывая своих денег. Такое тоже может быть. И для того, чтобы нам с вами говорить на одном языке, да, то есть, давайте мы с вами сразу основные термины разберем. Основные термины, чтобы вы меня понимали, в принципе, на протяжении целой недели я буду говорить, я буду много говорить, у вас будет очень много информации. И тут самый такой минус, что я могу говорить своим профессиональным сленгом, например, что-то просто сложно. Прямо, ну, сложно. И давайте хотя бы там основные моменты разберем, чтобы мы на одном языке говорили. И первое – это лот. То есть, я очень буду говорить много лот, лот, лот. Лот – это любой объект, который мы с вами берем в работу, это любой объект, который мы находим с вами на сайте муниципальных трубок. Будь это квартира, машина, там, колечко, китамушек и так далее. Все это я называю лотом. Электронно-цифровая подпись. Да, то есть, электронно-цифровая подпись – это вот такая вот плосочка, как вы видите, у меня находится в руках. Это то, без чего не может работать любой брокер. То есть, это то, с чем мы работаем, то, с чем работает абсолютно каждый брокер. То есть, это наш инструмент для работы. Для чего он нужен, как с ним работать. Более подробно мы все это будем разбирать. Электронно-цифровая подпись, если говоря простыми словами, это ваша собственноручная подпись если вы взяли ручку подписали бы да там поставили свою подпись вот это аналог вот этот электронный мы же не можем криптове написать ручкой вот а вот этим можно поэтому вот это подтверждение 100 процента вашей собственноручной подписи но я надеюсь что это понятно и так и следующий термин который буду очень часто вам повторять это агрегат агрегат либо по-другому это торги кофру да то есть это официальный источник информации для это официальный источник российской федерации для размещения информации о проведении торгов с этим агрегатором вот как сегодня с ним познакомимся да то есть так и на протяжении всей недели принципе если мы будем работать с муниципальным дорогами мы будем возвращаться к нему то есть сейчас мы пока это называем агрегат потом это будет просто сразу понятным словом называть и все пока просто запомните что это агрегатор агрегатор это сайт который собирает абсолютно всю информацию о проводимых торгах по всей россии да то в данном случае что это российская федерация поэтому вся россия это очень удобно то есть вам не надо 5000 сайтов открывать какую-либо информацию искать нет зашли на один сайт вбили свой регион посмотрели то что вам нужно да там ну и например и пошли дальше мне это очень удобно сейчас мне бы хотелось коллеги от вас получить немножечко обратной связи да то есть а именно то есть кто знает что такое муниципальные торги кто знает что мы не что такое муниципальные торги поставьте пожалуйста соответствующий цифру в чат 1 это только узнал 2 это что то знаю и третье это уже участвую дайте пожалуйста обратную связь сергей для получения электронной подписи по не нужен нет не нужен вот эта электронная подпись у меня оформлена на физическое лицо физическое лицо и по паспорт и на нэна снилось все что мне нужно для получения так я вижу что кто-то только узнал кто-то уже участвую узнал узнал что-то знаю участвует коллеги те кто участвует да то есть напишите пожалуйста что вы покупали какой у вас есть опыт участия да то есть там что-то знаю в основном у нас одни ручки двоечки я вижу что у нас есть и опытные все равно брокер да если уже участвуйте в торгах дайте пожалуйста обратную связь что вы покупали такой у вас был опытом выиграли не выиграли в основном я вижу о земле так что-то знаю но основном это одни ручки и двоечки то есть 80 процентов это что мы ничего не знаем чего я сейчас спросила да то есть не просто так мне нужно понимать как мы с вами разговаривать либо на более профессиональном сленге да тут уже более углубляться в тему либо начать так более с поверхностного и потом постепенно углубляться то есть так как я вижу что у нас все-таки 80 процентов это те кто только узнал и что-то знаю да то есть это ну приравнивается тоже что примерно только узнал поэтому с вами будем начинать прям самого самого такого начала и постепенно погружаться в муниципальные торги так хотел купить машину на перепродаже не купил квартиру покупал через торги торги бывают разные алексей есть муниципальные есть банкротные есть не профильные активы есть залоговое имущество есть имущество от пристав поэтому андрей панчин у меня вот есть ученик андрей панчин я надеюсь это не вы ну либо если это вы просто плюсик поставьте я пойму что вы ходите на все мои марафоны на все что я положу так я вижу что у нас очень много до давать и сами не будем терять времени и пойдем далее это важного нам с вами важно понимать уже много вы слышали про то что но какое-то слово муниципальной торги муниципальный торги муниципальные торги а что такое муниципальный торги давать свои мы все-таки разберемся ну во первых что такое слово торги да то есть давайте поймем что скив кино все видели да то есть как проходит торги да то есть там какой-то объект там аукционистом что-то говорит то есть объект продается и кто-то поднимает карточки да то есть принцип примерно такой же только здесь два слова да то есть муниципальные торги муниципальные торги это государственные имущества это Это просто государственные торги. Говоря простыми словами, муниципальные торги – это место, где государства и государственные корпорации продают свое имущество, ну, либо его дают в аренду. И если говорить еще проще, да, прям просто-просто-просто, это Авито, на котором государства и государственные корпорации продают свое имущество. И чтобы вам совсем-совсем было понятно, кому сейчас непонятно, да, то смотрите. Например, есть какая-либо школа, просто обычная общеобразовательная школа. У школы есть автобус, который возит детей. То есть по регламенту, по всем СНИПам, по всем ГОСТам, по закону, автобус этот не может ездить более 5 лет. Причем неважно, в реальности он каждый день ездил, возил детей, не глушил мотор. Или же он, например, всего лишь пару раз поездил, и потом все 5 лет простоял. Нет, вот по истечении 5 лет этот автобус списывается и выставляется на торги. То есть его не могут просто продать. Причем, как я уже сказала, он может быть абсолютно в любом состоянии. Может быть так, в хорошем состоянии, может быть так, но и не в хорошем состоянии. То есть важно смотреть как минимум оценку, как его оценили, какое дали по нему заключение. Так вот, у нас есть больницы, у нас есть министерства, департаменты, университеты и так далее. У всех есть имущество, которым они пользуются, да, то есть и у которого есть срок годности. Здесь очень много машин, которые продают чиновники, да, то есть у них списали их, они в идеальнейшем состоянии. Здесь очень много имущества, в принципе, которое конфисковано на таможне. Здравствуйте, Андрей, здравствуйте, я рада вас видеть. Андрей, это мой ученик. Рада видеть вас. Вижу, что вы очень часто приходите. Итак, какие бывают муниципальные торги, да, то есть давайте разберемся. Всего есть два вида торгов. Что это за два вида торгов? Это онлайн, это офлайн. И вот чтобы было понятно, чтобы вообще, в принципе, на простом-простом языке говорить, онлайн торги – это когда я дома, там, в кафе, неважно, перед ноутбуком, вот при помощи вот этой электронной цифровой подписи, да, то есть участвую в торгах. То есть я подписываю. Все, что я делаю, каждый шаг вот этой вот флешечкой. А офлайн торги – это очные торги. То есть это вам надо самостоятельно, своими ножками приехать на определенный адрес, который указал организатор торгов. И там вот путем поднятия карточек, так же, как и в кино, вы там самостоятельно участвуете в торгах. Да, то есть здесь есть плюсы и минусы в онлайн торгах, в офлайн торгах. Все это мы будем разбирать. Надеюсь, не переживайте. Итак, почему именно сейчас стоит заниматься муниципальными торгами, да, то есть почему в данный момент? Потому что у государства есть всегда что продать. У нас еще есть куча неприватизированных квартир со времен СССР. У нас есть куча машин чиновников, просто куча техники, имущество, которое, в принципе, там, я не знаю, сдается в аренду. Имущество, которое, там, я не знаю, департамент съехал, вот это все продается. Какие-либо лагеря, заводы, вот это все у государства. И поэтому государство все это будет продавать. Потому что это не активы, это пассивы. Государство нужно пополнять как-то казну. Есть торги офлайн. Торги офлайн, это когда вот своими ножками нам надо приехать на адрес организатора торгов, что уже снижает конкуренцию, да, потому что не каждый поедет. Кто-то скажет, да мне это не надо, я вам электронно буду сидеть и делать. Как минимум, с соседнего региона точно это не сделают. Ваши могут, в соседнем вряд ли. И еще низкая конкуренция, да, то есть очень низкая конкуренция. Здесь это очень важно, да, то есть, да, есть очень интересный, например, кто вот перекуп, ну, охотится за машинами. Но есть где низкая конкуренция, я покажу. То есть где можно там дешево купать, например, машины или дешево купить себе недвижимость. Кто может продавать имущество на муниципальных торгах, да, то есть кто, какое имущество, либо чье имущество мы с вами можем встретить. И первое имущество мы с вами можем встретить государственное, да, то есть, ну, понятно, квартиру со времен СССР не приватизировали, вот государство выставило на продажу, да, то все, там нету собственников. Либо земельный участок был, например, заброшенный несколько лет, все, государство его обратило в свою собственность, и вот оно продает. И также могут быть госкорпорации. Госкорпорации – это когда в уставном капитале, например, у организации есть какая-то часть имущества государства, да, то есть, ну, там, уставной капитал. Вот здесь такой момент, да, то есть, это самые популярные такие у нас есть госкорпорации, ну, вы сейчас их видите на экране, я их не буду перечислять. Это называется, ну, непрофильные активы. Вот как раз-таки вот таких вот непрофильных активов в госкорпорации у нас очень много, да, то есть, помимо государства мы еще такое имущество можем встретить. На муниципальных торгах. Итак, идем с вами далее. По данным, по официальным данным, да, то есть, которые у нас с вами есть, в госсекторе у нас всего находится 21 министерство, 52 федеральных агентств, это службы, назоры и так далее. У нас более 400 департаментов, а самое главное, у нас 35 миллионов сотрудников, да, то есть, которые работают в госсекторе. И вот сейчас обратите внимание на все эти цифры, да, то есть, 35 миллионов сотрудников, каждому сотруднику нужны ручки, каждый сотрудник пользуется ноутбуком, телефоном, ездит на машине, сидит на стуле, да, там, в принципе, находится в каком-либо здании. И вот это очень такой важный момент. То есть, 35 миллионов и вот все это имущество, которое все эти 35 миллионов пользуются, ну, ту же самую технику, это все будут продавать на торгах. И помимо того, что у нас просто там куча сотрудников, все это будут продавать, да, то есть, к чему мы все, я вам это показываю, к тому, что, во-первых, в госсекторе очень огромное количество средств, оборудования, недвижимости, да, то есть, ну, это понятно, я вам это сейчас сказала. Во-вторых, во-вторых, есть ресурсы, которыми пользуются чиновники, автомобили, компьютеры, там, яхты, лошади, там, я не знаю, вороны, птицы, попугаи и так далее. У всех есть свои нормативы по списанию. И третье, государство у нас не экономит на своих, то есть, понятно, если чиновнику нужен автомобиль, он не купит себе Ладу Гранту, либо Ладу Приору, да, то есть, он купит себе, там, Мерседес, Тойоту, ну, и так далее. Любой хороший автомобиль себе премиум классом. И самое главное, как только проходит регламент по сечению 5 лет, да, все это списывается. И это практически всегда находится в хорошем состоянии. Отсюда мы с вами можем сделать вывод, что на муниципальных торгах всегда есть выгодные лоты, которые будут продаваться. Если сейчас их не выкупите вы, завтра их выкупит ваша конкуренция. В этом не сомневайтесь. Поэтому именно сейчас лучшее время для старта, да, для того, чтобы у нас начать работать с муниципальными торгами. Что у нас сейчас происходит с рынком муниципальных торгов, да, то есть, давайте с вами прям посмотрим, что сейчас происходит. Смотрите, как показывает практика. То есть, 60% населения у нас работает в принципе неофициально по какому-либо там трудовому договору, да, то есть, просто письменная заключенная бумажка. И чаще всего, да, то есть, вот как показывают примеры последних лет, как показывает наша пандемия, что если вдруг с вами что-то произойдет, если вдруг вы по какой-то причине станете безработным, неспособным работать, то вам ничего никто оплачивать не будет. То есть, да, дело у утопающих, дело рук самих утопающих. И как показывает практика, например, если это какая-либо молодая семья, да, то есть, состоящая из трех человек, то есть, это мама, папа, ребенок, что у нас выходит, да, то есть, мама находится в декрете, не работает, папа у нас находится на работе. И если что-то у нас случается с папой, то в данном случае потом что происходит? Просто семья сидит без денег, то есть, вообще никакой суммы у них нету. И в запасе тоже ничего нету. И, как я уже говорила, да, то есть, спасение утопающих и дело рук самих утопающих, уволенных, там, оставшихся без дохода и так далее, никто, ни работодателям, ни государству, никто помогать не будет. Каждый будет сам за себя, да, то есть, государство в данной ситуации будет спасать исключительно себя. Поэтому, коллеги, на помощь государству мы с вами рассчитывать не можем, потому что, ну, если даже они нам назначат такие-либо сами пособия, они потом повысят в любом случае цены. Так, да, то есть, на помощь государству мы с вами рассчитывать не можем, но мы можем воспользоваться существующими законами, ресурсами, которые у нас есть и которые будут поступать, да, то есть, которые будут поступать на торги. Мы можем заработать на государстве. Если государство нам не помогает, мы, скажем так, на их мышцы можем заработать. И здесь очень важный такой момент. В кризисной ситуации государство распродает надлежащие ему активы, в том числе до сих пор неприватизированные со времен СССР. Я уже много говорила, что это квартиры недвижимые, то есть квартира коммерческая, земли и так далее. И как показывает у нас общая статистика по торгам за 2021 год. У нас выставлено более 21 тысяч лотов. То есть за 2021 год. 21 тысяча. Это вот 3 месяца буквально. В стадии проведения торгов. В стадии подведения топов. То есть то, что на текущий момент пока подведено. Всего тысяча. И выкуплено лотов за все время с 2015 года всего 9 тысяч. То есть еще раз, 21 тысяча выставлено и выкуплено с 2015 года 9 тысяч. То есть поймите, что за столько лет, то есть буквально за 6 лет у нас выкуплено всего 9 тысяч. То есть это очень мизерная цифра. И чем больше будут люди выкупать, да, чем больше вы будете выкупать это имущество, чем больше государство будет выставлять на торги. Потому что выставлять имущество в холостую, в пустую нет никакого смысла, потому что проводить торги это тоже расходы. Итак, какие перспективы ждет рынок муниципального имущества в Российской Федерации. Да, то есть давайте с вами разберемся. Итак, более 35 тысяч лотов выставляется на торги каждый год. То есть уже 21 тысяча была выставлена. То есть в 2021 уже будет больше. Менее 30% выкупаются на торгах из-за кризиса, да, то есть кто-то для себя даже не может купить. И 70% висят в течение долгого времени. И так как они висят в течение долгого времени, цена на них постоянно снижается. И половину из этих лотов реально выкупить за копейки. Итак, коллеги, идем с вами далее. Аукционный брокер по муниципальным торгам. Это тренд на ближайшие 5-10 лет. Кому подходит работа аукционным брокером? Давайте с вами сразу разберемся, чтобы это было важно и понятно. Итак, работа аукционным брокером подходит. Мама в декрете. Ну, понятно, потому что это удаленка, да, то есть вы можете совмещать дом и семья. Это риэлторы, потому что очень много с недвижимостью работают. Это перекупы, те, кто, в принципе, хотят положить дешевле, заработать дороже. Это может быть абсолютно любой человек, в принципе, с любым доходом, с любыми инвестициями, да, там 5 или даже 10 тысяч рублей, этого будет достаточно. Это офисные сотрудники, те, кто находится постоянно за компьютером и к этому готовы. Это инвесторы. Инвесторы – это люди, которые готовы вкладывать свои деньги, да, для того, чтобы потом их приумножать. И все, кто хочет заработать, зарабатывать или работать без начальника. Почему муниципальные торги подходят к каждому, да, то есть сейчас уже примерили, то есть уже, да, то есть такие вот моменты. И с уверенностью могу сказать, что муниципальные торги подходят к каждому. Почему? Потому что, первое, это понятный алгоритм действий, который я даю на курсе, да, то есть я уже уже работала свою методику, с которой я постоянно работаю. Уже опыт моих учеников, да, то есть. Я уже вижу на примере, я буду вам показывать всех эти примеры своих учеников. И самое главное, что это легкий и быстрый вход в профессию. То есть вам не надо многих лет обучения для того, чтобы начать зарабатывать на муниципальных торгах. Что вам потребуется основное, да, то есть это фундамент, это база, и не надо мне там, ну, что-то потом писать, что вы мне не говорили. Первое – это владеть компьютером. Владеть компьютером – это просто на уровне пользователя включить его. Ну, и там, например, заполнить какую-либо бумажку, да, я не знаю, открыть Word и что-то там напечатать. Вот это вам будет достаточно. Ну, или, в принципе, вам что необходимо, зайти на сайт и посмотреть, да, то есть, например, Авито же все пользуют, Авито же все умеют. Вот здесь то же самое. Ну, и общаться с людьми, да, то в любом случае вам где-то нужно разговаривать с организаторами торговли, где-то нужно разговаривать с инвесторами. И в любом случае, да, то есть вам нужно контактировать с людьми, поэтому общение с людьми никто не отменял. Итак, дайте, пожалуйста, обратную мне связь. Сколько навыков из трех вы насчитали, которыми вы владеете? Сколько навыков из трех? Так. Станислав, пытаясь в госзакупках. А в госзакупках по какому направлению? Эдуард, где можно сделать ЭЦП? Найдите у меня в ВКонтакте, в друзьях София Кривоуз, Сергей Ищенко. Напишите их, они вам помогут приобрести ЭЦП. Или вы просто наберите в интернете удостоверяющий центр. Так. Где и как сделать ЭЦП? Смотря, в принципе, вам какая ЭЦП нужна, да, то есть для участия в торгах, для подписания документов и так далее. То есть ЭЦП на самом деле может быть и разное. ЭЦП стоит минимально 5200 и выше. Так, я вижу, что сколько навыков вы насчитали. Кто-то 3, кто-то 2, кто-то 3, кто-то 2, да. То есть, ну, в основном это троечки. У кого-то один навык. Роме, мне интересно, какой у вас навык. Хотелось бы верить, что все 3, но по товарам, я не знаю, то есть по товарам удобно, неудобно работать. Это просто, я почему не работаю, например, с госзакупками, потому что я считаю, что если по товарам, то это какой-то, ты сам должен вложить и потом, да, что-то заработать. И вот здесь может быть маленькая маржинальность. Почему я люблю работать с муниципальными торгами? Потому что я точно знаю, что я, например, взяла один лот себе в аренду, один лот в работу и заработала, ну, например, с него 50 тысяч рублей. То есть 50-100 тысяч рублей – это самое минимальное, в принципе, что может быть. Так, я вижу тройки, двойки, тройки, двойки. Так, коллеги, пока вы мне пишите буквально секундочку перерыва. Продолжение следует... Так, коллеги, я к вам вернулась. Итак, я вижу двоечки, троечки. Все очень круто, да, то есть, ну, в принципе, если даже у вас какого-то навыка нет, либо какого-то навыка, ну, то есть вы не насчитали у себя, то в любом случае я вам здесь для того, чтобы помочь это делать, да, то есть для того, чтобы вы могли спокойно работать в муниципальных торгах. Но вы в любом случае должны работать, а не сложить ножки мне на шею и сказать, вот, а вы уже обещали, что я начну зарабатывать, и почему я, например, ничего не заработаю. Ну, первая причина, потому что вы просто ничего не сделали, такая самая распространенная. Итак, если вы что-то не умеете, как я сказал, либо не знаете, то есть это не страшно. Я возьму вас за руку и приведу от начала до результата, то есть вы получите свой первый результат, то есть как минимум подойдите свои первые заявки на участие в торгах, и когда вам придет протокол о победе, это будет для вас самое счастливое. И давайте еще я покажу примеры моих учеников, которые сейчас есть, да, то есть первый пример моего ученика. Это Сергей Михалев, то есть за 8 дней он заработал 30 тысяч рублей. Что он взял? Купил автомобиль дешевле, ну и, понятно, продал его дороже. Минус расходы и, соответственно, его прибыль составил 30 тысяч рублей. Я не скажу, что это какая-либо большая сумма, да, то есть там 30 тысяч рублей. Но за 8 дней заработать 30 тысяч – это неплохо, я считаю, с учетом небольших вложений, то есть 54 тысячи рублей. Итак, вот еще один пример моего ученика, да, то есть я безумно люблю этого ученика, люблю в хорошем смысле слова, почему? То есть Андрей Чернов уже там немолодой человек, да, то есть как вы видите, ну понятно, по фотографии. И что делает Андрей? Он выкупает, то есть он скупает квартиры во всем Подмосковье, в данном случае он живет в Подольске, и вот там он скупает все свои, ну то есть все квартиры для инвестора. На текущий момент, если я не ошибаюсь, у него, по-моему, за один год, чуть меньше, чем за год, насчитано порядка 10 выкупленных квартир только с муниципальных торгов. Плюс он расширил свои знания, он работает еще дополнительно с другими торгами. Итак, Эдуард, а для нашего дела какая нужна ЭЦП? Усиленная квалифицированная электронная подпись для участия в торгах нужна. Итак, идем с вами далее. Мы уже пришли к тому моменту, да, то что можно купить на муниципальных торгах. То что можно купить на муниципальных торгах. И давайте же все-таки с вами разберемся. У нас есть две самые популярные категории, с которыми мы работаем. Что это за категория? Первая категория – это недвижимое имущество, вторая – это движимое. Возможно, кто-то знает, кто-то не знает, что такое движимое, что такое недвижимое имущество. Давайте более подробно разберемся, потому что это очень важно, чтобы мы на начальном этапе с вами на одном языке разговаривали. Итак, движимое имущество, да, то что это такое? Движимое имущество – это любая вещь, не отнесенная к закону недвижимости. Это транспортные средства, это деньги, это оружие, это ювелирные изделия, это ценные бумаги, товарные знаки, торговые точки. Это гаражи, ракушки, прицепы, это коммуникация, инфраструктура, это животные. Я не побоюсь этого слова «животные», да, то есть я недаром сказала, что там лошадь, орел, попугай, да, потому что на торгах уже было очень много имущества, например, орел Гоша или лошадь Тамара, да, то есть вот такие моменты. Курицу я еще не видела, если кто-то найдет, скиньте мне, мне будет очень интересно это посмотреть. Да, то есть еще раз, движимое имущество – это то, что двигается, то, что мы можем взять и перевести, да, то есть то, что не регистрируется у нас с вами в Росреестр. Что такое недвижимое имущество, да, то есть давайте с вами разберемся. Недвижимое имущество – это то, что регистрируется в Росреестре, это то, что законом отнесено к недвижимости, ну, это понятно, логично, да, то есть это что? Это квартиры, это дома, это доли в домах, это здания, части зданий, это офисы, это земельные участки, это какие-либо объекты незавершенного строительства. То есть это все регистрируется в Росреестре, и это мы можем удостовериться, получив выписку на ЕГРН. ЕГРН – это единый государственный реестр недвижимости. Итак, да, то есть как мы с вами можем получить выгоду на муниципальных торгах, да, то есть в реальности мы сейчас, я вам, ну, там, говорила, что можно купить, мы еще сейчас пойдем и посмотрим все-таки, что можно купить прямо на практике. Но давайте понимаем, да, то есть как можем получить выгоду на муниципальных торгах. Первое, наверное, самое простое, которое каждый знает, это купить для себя дешевле рыночной стоимости. Понятно, но для этого у вас должны быть какие-либо свои вложения. Второе – это перепродать. Ну, понятно, купили дешевле, продали дороже. Третье – это сдать в аренду. Причем, смотрите, да, то есть сдать в аренду, то есть у вас тоже должны быть какие-либо свои вложения. Четвертое – это сдать в субаренду, государственную недвижимость. То есть что значит сдать в субаренду? У государства в аренду взяли и потом ее пересдали. С этого вы получаете пассивный доход. И выкупить для инвестора, то есть для вашего клиента. И получить за это свою комиссию. И чтобы вы понимали, я, в принципе, весь курс, всю свою методику сделала на том, что я работаю способом выкупить для инвестора. Выкупить для инвестора, то есть это значит не вкладывать своих денег. Это значит мы взяли в лот, нашли инвестора, продали ему в лот, а то есть за это взяли свою комиссию. Примерно это выглядит так же, как риэлты. То есть мы как посредники. И сразу, если вы мне сейчас зададите такой вопрос, а почему инвесторы, например, не сделают это сами? Да потому что не будут они разбираться с разными видами торгов. Да, то есть это достаточно сложно. То есть важно понимать, что вы ведете себя как эксперт. Как эксперт, да, то есть вы точно знаете, вы взяли лот и вы можете там. Ну, как я сейчас, я за 5 минут там взяла лот и могу либо с положительной стороны охарактеризовать, либо с отрицательной. А вам, например, как новичкам нужно для этого времени. Очень много. Да, то есть у них просто, у инвесторов, например, ну, у крупных инвесторов нет на это времени. Хотя вы можете самостоятельно быть, в принципе, своими инвесторами. Да, то есть. Итак, и давайте с вами посмотрим, ну, на примере, например, ну, пускай будет машина, да, то есть давайте на примере машины мы с вами посмотрим, что можно купить. Кто с кемерово у нас находится, да, то есть вот эти объекты взяты прямо вот у вас. И, к примеру, да, то есть вот самый первый автомобиль мы возьмем Volkswagen Touareg 2009 года выпуска, да, то есть на номерах, как вы видите, начальная его цена 116 тысяч рублей. Давайте с вами обратимся к самым популярным сайтам, это Автору, это Дромру и посмотрим, сколько же стоит такой автомобиль именно у них. Итак, автомобиль Volkswagen Touareg на торгах, да, то есть сколько стоит такой автомобиль на торгах? На торгах он стоит 116 тысяч рублей. Теперь переходим к самым популярным сайтам и смотрим, сколько он стоит там. Итак, Volkswagen Touareg 2009 года, где на торгах начальная цена 116 тысяч рублей, посмотрите, на сайте Автодромру стоит 750 тысяч рублей. 750 тысяч рублей, да, то есть, и причем обратите внимание, что написано, что это хорошая цена, да, то есть ключевое слово «хорошая». Следующее. Одному источнику информации мы с вами не можем доверяться, поэтому мы с вами, ну, берем просто второй источник информации, но и уже смотрим по нему, да, то есть и примерно смотрим цены. По второму источнику информации, что у нас с вами есть. То есть по второму источнику информации у нас с Volkswagen Touareg, то есть видим, что примерно такая же идет цена, 750 тысяч, это и идет хорошая цена. Если мы с вами сравним с ценой на торгах, которые есть на текущий момент, да, то есть 116 тысяч, что мы с вами можем предположить? Что мы с вами можем как минимум заработать 500 тысяч рублей, да, то есть ловжи 116, первый такой вариант. Второй такой вариант. Мы можем купить машину за 116 тысяч для себя и сэкономить 500 тысяч рублей, да, то есть сэкономил, значит заработал. Третий вариант. Мы можем взять этот автомобиль для инвестора и потом что с ним сделать, да, то есть взять просто свою комиссию, ну, допустим, там 100 тысяч рублей за то, что мы дешево приобрели этот автомобиль. Да, я понимаю, что сейчас вы можете написать, что у вас нужен автомобиль, там, в каком-то не таком состоянии, еще и, да, там куча нюансов, бесспорных. Мы должны поехать и посмотреть этот автомобиль, да, то есть, ну, либо хотя бы запросить отчет оценщика у организатора торгов. Но самое главное в том, что мы видим разницу в ценах, да, то есть и разница, она большая. Соответственно, несмотря на то, что если даже будет там он убитый автомобиль, мы можем его перекупом продать, которые могут его там, ну, немножечко подкрутить. И вот это очень классно, да, то есть плюс мы видим, например, 474 неплохие номера, да, то есть, ну, там 42-й регион. Ну, там в Кемерово эти номера там стоят порядка 30-40 тысяч рублей. То есть с этого мы можем сработать. Ну, это такие нюансы, на которые вы потом будете обращать внимание. Итак, идем с вами далее. То есть как искать имущество на муниципальных торгах? То есть как мы с вами ищем имущество на муниципальных торгах? Давайте с вами уже прям перейдем к практике и посмотрим. Итак, переходим к практике и смотрим. Итак, мы с вами, смотрите, я набрала на сайте торги GoFro, да, то есть торги GoFro. И вот у меня, смотрите, сразу высветилось. Так, смотри, посмотрю. Ага, у меня устройство. Сейчас, буквально секунду. Вот, все, у меня перешло. Тогда, коллеги, смотрите, мы с вами находимся на сайте торги GoFro. То есть я набрала его прямо в поисковике. Торги GoFro. Что мы здесь видим, да, то есть самый первый сайт, который у нас вышел, это официальный сайт Российской Федерации, да, то есть видим РФ о проведении торгов. Он у нас подсвечен синей галочкой, да, то есть это официальный сайт. Это не хукры-мукры, скажем так. Итак, мы переходим туда. И что мы с вами видим, да, то есть смотрите, официальный сайт, Российской Федерации для развлечения информации о проведении торгов. То есть мы видим флаг Российской Федерации, мы с вами видим герб. И следующее, мы с вами видим, смотрите, регистрацию и личный кабинет. Нам, как обычным пользователям, да, то есть просто людям, которые пришли посмотреть, что продается, например, в вашем регионе или сдается в аренду, это не нужно. То есть это нужно для организаторов торгов, а мы с вами просто спокойно заходим и смотрим. И здесь мы видим очень такой интересный интерфейс, да, то есть очень-очень много-много-много кнопочек. Это аренда, это продажи государственного муниципального имущества, это земельные участки, ну и так далее, да, то есть здесь очень много. Мы с вами будем работать только с самым популярным имуществом. Это аренда, это приватизация и это у нас идет аренда и продажа земельных участков. Более подробно мы все это будем разбирать. И давайте сейчас выберем вот первый тип, это продажи государственного муниципального имущества. То есть это то, что продается, то, что на текущий момент продается. Следующее необходимо сделать, выбрать в процессе подачи заявок. И здесь мы с вами можем посмотреть, да, то есть, ну, какое имущество у нас продается. В данном случае я сейчас просто поставлю фильтр, чтобы вам было понятие. Смотрите, 17 картонных коробок с маркировкой. Следующее, фильтры масляные, там, шуруповерт, зарядный и так далее. Дуб береза. Давайте вот так еще сделаю, чтобы было интереснее. Принтер для печати, этикеток, да, то есть, маркировка «Зебра». Светодиодные лампы, запасные части, там, ну, пускай будет леска, да, то есть, вот еще что-то непонятное. Автомобиль «Ауди А6», ну, и так далее. То есть здесь вы можете посмотреть все, что продается. Всего, смотрите, если мы поставим на текущий момент у нас, прям по всей России на текущий момент продается 10 тысяч лотов. То есть вот прямо на сегодняшний день в процессе подачи заявок, это то, в чем мы можем с вами поучаствовать, 10 тысяч открытых лотов. Если мы с вами просто перейдем, например. А если мы с вами просто вернемся к нашему чату, да, то сколько у нас сейчас находится. То есть, смотрите, у нас сейчас находится 90 человек, 90 человек – это те люди, которые, с которыми, ну, которые вы сейчас находитесь. И представьте, если даже 10 тысяч лотов сейчас выставлены на текущий момент, разделить их на 90 человек, вы чисто физически не сможете все это выкупить и все это обработать. Ну, то есть здесь будьте к этому внимательны, будьте к этому готовы, да, то есть. И теперь немножечко по вопросам. Ну, так, почему никто не купил? И да, почему никто не купил? Потому что в муниципальных торгах есть свои нюансы по участию в торгах. И люди, которые, в принципе, никогда не работали с торгами, либо люди, которые работали с торгами, пришли раз, попробовали, и что-то не получилось, и они ушли. То есть я на протяжении 4-х лет разрабатывала свою методику работы на муниципальных торгах. Я перелабатывала кучу законов, да, для того, чтобы вам было более-менее понятно, для того, чтобы вам нанести, что и как здесь происходит муниципальный торгов, для того, чтобы сделать свою методику, для того, чтобы сегодня перед вами выступать. То есть к этому я шла на протяжении 4-х лет. То есть 4 года – это 4 года наработки моего опыта, моих ошибок. И поэтому сейчас я могу перед вами вещать. Вот поэтому никто не выкупает. Просто 4 года никто не готов нарабатывать опыт, да, то есть тем более крупные инвесторы. Поэтому есть мы, есть брокеры, это люди, которые помогают выкупать это имущество. Так, Александр, торги в 3 этапа бывают, бывают, но не здесь. Бывают, но не здесь. Так, Сергей, раз цена фиксированная, мы будем с этим разбираться на расширенном курсе. Да, то смотрите. Цена есть как фиксированная, так и не фиксированная. Есть как торги на повышение, так и торги на повышение. Есть лоты с нулевой стоимости, есть лоты, которые в прямой продаже продаются. То есть кто первым подал заявку на участие в торгах и так далее. То есть здесь очень много нюансов в муниципальных торгах. Итак, как искать имущество на муниципальных торгах, то есть я вам показала, да. То есть мы зашли на сайт торгов, мы посмотрели. Бонусом у вас будет видео. Бонусом будет видео, как искать лоты в вашем регионе и как работать с сайтом, да. То есть для тех, кто у нас останется до конца, ведет специальный код, бонус будет доступен. То есть вы можете его скачать. Итак, для того, чтобы нам с вами в принципе понимать, хотим мы работать с муниципальными торгами или нет, то что необходимо сделать. Необходимо это будет вашим домашним заданием, которое я проверять не буду. Это оно для вас первым домашним заданием. Итак, первое, что мы делаем. Мы с вами заходим на сайт торги.go.ru и смотрим, что там происходит. Да, то есть записываем общее количество лотов по вашему региону, да. То есть в данном случае по области не надо брать, например, Томская область, Томский район, там поселок Мирный. Да, то есть берите сразу, например, Томская область, ну либо хотя бы Томский район, чтобы вы могли, да, то есть чтобы у вас было чуть больше геолокации. Итак, первое, да, то есть что мы делаем? Заходим на сайт торги.go.ru в раздела аренда, приватизации и в раздел земельные участки. Смотрим, сколько лотов выставлено в вашем городе. Все это обязательно записано. Далее мы должны с вами определить, да, то есть количество лотов разного типа. Это квартира, машина, то есть это движимое и недвижимое имущество. Для того, чтобы вы внутренне должны понять, с чем вы хотите работать. Кому-то ближе работать с машинами, кому-то ближе работать с недвижимым имуществом, да. То есть мне комфортно работать и с тем, и с тем. Поэтому здесь такой-то очень важный момент. Следующее. Да, то есть смотрите, такой очень важный момент. Только комплексный подход в обучении позволит вам совершать правильные действия и быстро достигать результата. Если вы будете некомплексно это делать, да, то есть то вам понадобится, ну возможно, как мне, примерно 4 года для того, чтобы тоже стать профессиональным экспертом. Для того, чтобы начать вещать уже перед большой аудиторией. Ну и в принципе, чтобы посмотреть на любую лоту в течение 5 минут, понять, работаете вы с ним или нет. Как я уже говорила, у нас в каждом бизнесе есть этапы построения бизнеса, да, то есть абсолютно любой. И также в муниципальных торгах у нас есть этапы построения бизнеса. Всего их 5. Первый этап это поиск лота, это когда мы берем и смотрим, что у нас есть в муниципальных торгах. Второе это анализ с юридической стороны, чтобы нашу сделку не отозвали, чтобы там не было никаких нюансов. Третье это получение нашей прибыли, да, то есть получение нашей прибыли это то, сколько мы с вами можем заработать. Четвертая часть части о торгах и пятая, самая заветная, это получение нашей с вами прибыли, да, то есть уже прямо на руке, скажем так, в карман. Итак, идем с вами далее. Итак, идем с вами далее. Чему мы сегодня научились, да, то есть что мы сегодня с вами прошли, и мы, в принципе, уже были достаточно, ну, долгое время в эфире, то есть это 1 час 10 минут, это было достаточно для того, чтобы, ну, мозг, в принципе, у кого-то начал кипеть, у кого-то нет. И первое, да, то есть чему мы научились сегодня. Мы с вами узнали, что можно купить на муниципальных торгах. То есть мы увидели сайт торги GoFro, мы с ним познакомились, посмотрели, какие лоты бывают, да, в принципе. Следующее, что мы сделали, мы разобрали, что такое движимость, что такое недвижимость, что относится с законом, что не относится, да, то есть. И узнали актуальные стратегии заработка на муниципальных торгах. При этом обратите внимание, что мы узнали стратегию заработка как со своими вложениями, так и без своих вложений. Вас ждет домашнее задание, да, то есть домашнее задание, за которое вы получите дополнительно 10 лотиков. Оно будет выложено в группе ВКонтакте, а также мы его отправим вам в личные сообщения. Что вас ждет к домашнему заданию? Вам необходимо будет зайти на официальный источник информации, это агрегатор, это сайт торги GoFro и найти, ну, здесь в данном случае нужный, ну, интересный для вас лот. Интересный это то, на чем бы вы хотели заработать. Ну, скинуть ссылку и написать, да, то есть, например, я бы хотел купить для себя, или я бы хотел на этом лоте заработать. За это домашнее задание вы получаете плюс дополнительно 10 лотик. Для чего нужны лотики? Как я уже говорила, те, кто наберет 80 лотиков, вас ждет участие в секретном вебинарном дне. Если вы не выполняете домашнее задание, соответственно, ну, в вебинарный день вы тоже не придете. Итак, коллеги, зарабатывайте лотики. Более 80 лотиков – это участие в секретном вебинарном дне, как я уже говорила. И самое интересное, да, то есть, самое главное, что на этом вебинарном дне я вам расскажу тему, от которой зависит ваш успех и заработок на 80%. Ну, в принципе, абсолютно любого брокера. На каждом вебинаре, то есть, после каждого вебинара у нас будут появляться три цифры. У нас будет трехзначный код, для чего он нужен, я сейчас вам расскажу. Итак, трехзначный код 101. Если вы введете этот код, отправите этот код нам, да, то есть, вы получаете пошаговое видео. Как искать лота в вашем городе и, в принципе, как пользоваться сайтом торги.go.ru. Куда написать код? Итак, давайте с вами посмотрим, куда написать код. Так. Куда мы пишем код? Реальный бизнес на муниципальных торгах. Нажимаем «Написать сообщение». Нажимаем 101. Нажимаем «Отправить». Все, вам больше ничего делать не надо, то есть, вам автоматически придет ваш бонус. Еще раз, да, то есть, заходите в официальную группу «Реальный бизнес» на муниципальных торгах. Нажимаете «Написать сообщение», пишете код и нажимаете его «Отправить». То же самое с мобильной версией, да, то есть, нажимаете «Сообщение», написать код, то же самое вам приходит. После отправки кода вам автоматически, именно ключевое слово «Автоматически» придет бонус. Что нас с вами ждет завтра, да, то есть, что мы будем завтра, с вами проходить. Завтра будет, это очень такой крутой день, вам обязательно нужно быть, да, то есть, завтра мы с вами узнаем, какое бывает имущество. Мы с вами узнаем, кому нужна недвижимость, автомобили, спецтехника с муниципальных торгов. У нас с вами будет практика, да, то есть, мы с вами более глубленно будем работать с сайтом по муниципальным торгам. И также вас ждет еще дополнительный бонус за код, да, то есть, дополнительный бонус, ключевое слово. Итак, коллеги, сейчас мы переходим к вопрос-ответу. Ну, то есть, сейчас вы можете задавать вопросы, я погружусь прямо в чат. Так, Ильдара, я про Туарек не могу сказать, не могу сказать. Так, я из Донецка, что делать? Артем, смотрите, да, то есть, я уже говорила, что у меня есть ученица Мария Гагушина, если вы меня слышали прямо вот до конца, что я вам хочу сказать по своей ученице? О том, что у меня ученица работает абсолютно по всей России. Вот мне что-то там перевеснулось. У меня ученица работает абсолютно по всей России, да, то есть, она не ездит на осмотры, она не говорит о том, что она из какого-то маленького региона. То есть, она берет и нарабатывает базу инвесторов в своих удаленном. Так, Григорий, можно отправить завтра, у меня интернет-плог погрузит. Ну, после вебинара можете отправить, потому что вы же присутствуете на вебинаре, у вас тоже трафик. Так, Ильдар, налогообложение. Налогообложение на расширенном курсе, я уже там более подробно все рассчитываю, привожу примеры. Так, Александр, кто допустит до торгов, если есть профессиональные брокеры? Александр, это непонятен вопрос, потому что мне что-то не понятно, да, то есть, кто такие профессиональные брокеры, да, то есть, почему вас не должны допустить до торгов, да, то есть, как становится профессиональным брокером, да, То есть это же все знание, что вы так написали, и как бы непонятно. Так, повторите, пожалуйста, бонусы про коды какие, куда отправлять. То есть еще раз, код, которым мы с вами пользуемся, за которым мы получим бонусы, это код 101. Что нам с вами необходимо сделать? Нам с вами необходимо перейти в группу, то есть реальный бизнес на муниципальных торгах. Вот видите, меня перед собой, нажимаете «Написать сообщение», нажимаете «Отправить», то есть пишите код и нажимаете «Отправить», все, и вам автоматически приходит сообщение. Сюда код не надо писать. Так, Михаил, мы код пишем не сюда, а в группу. Так, Артем Плюсик. Почему у меня? Так, на сегодня все понятно. Коллеги, у вас нет вопросов, может вы еще хотите, может вам что-то показать, что-то сделать, может еще что-то. Какое задание на сегодня? Ваше задание на сегодня. Вам необходимо найти интересный лот в вашем регионе, хоть в вашем, хоть не в вашем. И написать комментарий, да, то есть написать комментарий какой. Что бы вы сделали с этим лотом? Например, купили бы для себя, продали дороже. Либо бы там, например, для инвестора предложили, взяли бы, знаете, свою комиссию. Так, на торгах участвуют физлицы или юрлицы. Арнольд, смотрите, на торгах у нас участвуют как физические, так и плешнинги, так и юрлицы. Все зависит от того, как вы хотите участвовать в торгах, как вы хотите в пакет документов готовить. Так, я вижу, что пока все ясно. Пожалуйста, писать домашнее задание в комментариях в группе. Как только будет выложено домашнее задание, вот в комментариях пишем. Что бы, коллеги, я вижу, что у вас, в принципе, нет вопросов. Домашнее задание будет выложено в группе на стене. В группе на стене в комментариях вы пишете. Самый интересный, да, то есть, который найдете, интересный лот и, в принципе, самый интересный комментарий, который я замечу, завтра я вам покажу. В прямом эфире, да, то есть, прям в прямом эфире мы с вами разберем, что там интересного есть на муниципальных торгах. Так, Анна, сколько времени на подготовку документов для торгов? Для торгов именно для чего? Вот, если для участия в торгах, то 15-20 минут. 15-20 минут это достаточно для того, чтобы подготовить документы и подать заявку на участие в торгах. Ну, как бы, просто здесь нужно знать эти нюансы все. Вот так, в принципе, это несложно. Андрей, сколько будет стоить обучение? Сейчас у нас бесплатный, бесплатный марафон, это ничего не будет стоить. Артем, если я приобрел лот, как его забрать? Где вы бы приобрели? В своем регионе, в соседнем регионе? Я не знаю, там где-нибудь еще движимое, недвижимое имущество. Ирина, сколько заявок должно быть, чтобы торги состоялись? В муниципальных торгах очень такой, ну, это интересный вопрос. Почему? Потому что в зависимости от вида торгов. Например, если это аренда, если мы берем три аренды, то там один. Если это приватизация, то там есть где одна заявка, где две заявки, если это земельные участки, то достаточно одной. Так, Александр, подвод нужно искать инвестора, как я понимаю. Если вы хотите зарабатывать без вложений, да, то есть если вы взяли объект, если вы понимаете, что, например, своих средств у вас нет, и вы хотите, вы привлекаете какого-либо другого специалиста, да, то есть инвестора в данном случае, то в этом случае, да, вам необходимо будет искать инвестора. Но здесь есть плюс, что вы можете взять повышенную комиссию, и вам не нужно своих средств вкладывать. Ренат, как правильно выбрать ЭЦП? Если на расширенном курсе я, в принципе, по ЭЦП все это говорю, да, то есть как, что и где мы привлекаем специалиста, которые вам рассказывают про электронную подпись. Если вам электронная цифровая подпись нужна именно сейчас, то найдите у меня в друзьях Софии Кривоуз, либо Сергея Ищенко, напишите им, и они помогут вам приобрести электронную цифровую подпись. Татьяна, мне сказали, что на торги надо ехать. Как я уже сказала, да, то есть сегодня вот у нас есть электронная подпись, у нас есть электронные торги, которые проходят, да, то есть, например, перед ноутбуком дистанционно, либо есть торги, в которые мы прямо вживую едем. Андрей, пока наберите терпения, пока мне необходимо, чтобы вы прошли просто марафон, чтобы вы понимали, что хотите вы работать с муниципальным торгами или нет. Юлия Ковальчук, который Николаеву учится, он лентяй или нет? Не могу ничего сказать, потому что я еще ни одного лота выкуплена, его не видела. Завтра вы мне задаете этот вопрос, я прямо его сейчас скопирую для себя. Завтра вы мне зададите этот вопрос, и я на него отвечу. Возможно, что-то я просто упустила из вида. Я прямо сейчас для себя сделаю пометку, и завтра смогу ответить на этот вопрос в самом начале. Александр, а какой есть риск? Риск в чем, да? То есть, смотря, про какой вы риск говорите? Про то, что заявку на участие отклоняется, да? То есть, ну, риск, риск, да, например, какое-либо обременение. Есть, есть. В том, что вы потеряете свои деньги, нет, вы не потеряете, да? То есть, все-таки это государственные торги. Но риски есть везде. Не то чтобы риски, а нюансы, о которых надо знать. Так, Павел, непонятен вопрос. Сергей, а где посмотреть лоты, на которые надо ехать вживую, да? То есть, мы это с вами будем разбирать. То есть, я вам покажу, так сказать, лоты, на которые ехать вживую. Сейчас ваша задача просто разобраться с сайтом, с муниципальным торговым, посмотреть, какие лоты есть. Анна, как мы с вами взаимодействуем после обучения? После какого обучения, да? То есть, если после марафона, то вы приходите, понимаете, хотите вы работать с муниципальными торгами или нет. Если вы хотите, то мы уже в дальнейшем все это обговариваем. Татьяна, ЭЦП делают в ОФЦ? Нет. Электронно-цифровую подпись делают в удостоверяющем центре. То есть, набираете удостоверяющий центр, ну, там, вашего региона, там, Томск, Новосибирск, Кемерово и так далее. И все, и вам называется, то есть, список показываете, вы прозваниваете их. Так, Дмитрий, а где искать инвестора? Как искать инвестора? Все это я рассказываю на расширенном курсе. До какого времени выложить домашнее задание? До, примерно, до завтрашнего вебинара за пару часов. Вот максимум, когда нужно сделать, чтобы я могла его проверить. Александр, а как много нюансов может быть в этом и какие, да? То есть, смотрите, банально был вопрос по подаче заявки. То есть, где, например, один нужен участник, чтобы торги состоялись, да? То есть, заключили договор. А где минимум два участника? Здесь могут быть нюансы. Могут быть нюансы по НДС. То есть, потому что где-то он платится, где-то он не платится. И так далее. То есть, их можно перечислять. У меня есть методика, да? То есть, уже полностью сформирована. Которая у вас не оставит вопрос, где полностью закрываются все эти нюансы. Код сейчас вы набираете. Код вы можете набрать прямо сейчас. Код набираете спокойно, и вам придет ваш бонус. Так, коллеги, буквально еще пара вопросов, и на этом мы с вами будем завершать. Буквально пара вопросов. Отвечаю на них, и на этом будем завершать. Если вдруг не отвечу сегодня на вопросы, то завтра тогда первый. Александр, ваш бизнес сейчас, это якобы обучение бизнесу? Нет, мой бизнес на заработке по выкупу имуществу с торгов. Вот это мой бизнес. Все. То есть, у меня нет другого дохода. Мой доход это то, что я выкупаю имущество с торгов. Да, то есть, именно для инвестора. За это беру свою комиссию. Вот это мой бизнес. Дмитрий, задание будет опубликовано на стене. Анна, как часто договорные аукционы? Электронные? Никогда. Электронные? Никогда. Вот, да, то есть, флайновские. Но, возможно, между собой кто-то пошатается. Код отправляем, не отправляется. Попробуйте перезагрузить и отправить еще раз. На каком сайте искать лоты? Сайт торги. торги.gov.ru Сайт торги.gov.ru Это тот сайт, на котором мы с вами смотрим лоты. Как только вы получите бонус, там будет этот сайт и будет инструкция, как с ним работать. Агнольд код мы отправляем в группу ВКонтакте. Код мы отправляем в группу ВКонтакте. В Крыму, да, в Крыму, на самом деле, сейчас Крым расстраивается. И в Крыму очень много муниципальных торгов. И не так давно я себе приобрела земельный участок в Крыму. Причем по очень такой низкой цене. В Крыму я взяла себе земельный участок, там буквально 6 соток в аренду за 7 тысяч. То есть это очень такая маленькая цена для этого участка. Ну, с последующим, естественно, право выкупа. Так, коллеги, я вижу, что у вас вопросы закончились, да, то есть что их нету. Итак, на этом с вами наш урок подошел к концу. Спасибо, что вы были сегодня с нами. Спасибо вам за обратную связь. Я надеюсь, что урок был вам интересен и полезен. Увидимся мы теперь с вами завтра в 19.00 по московскому времени. Всем пока-пока.